уезжайте друзья мои уезжайте когда были пытки честно признаюсь самое страшное было вспоминал книгу 1984 года тогда я ужаснулся что честного человека который просто хотел жить по-советски его ломали я ужаснулся что самая страшная пытка для этого человека было когда он в конце хотел поставить любимого человека вместо себя его пытайте его убивайте но не меня во время пыток когда меня подвесили скрутили руки за спиной и сковали наручниками так что выворачивала плечи и резала наручниками запястья ощущая эту нечеловеческую боль и параллельно когда мне сказали что сейчас уже придет человек и будет тебя насиловать я помню что уже минуты через две я сломался я готов был простить все что угодно чтобы прекратить эту боль а минут через 15 у меня уже была мысль готов ли я чтобы отказаться от этой боли самое дорогое что-то отдать как у орла либо матушку вот ее пытайте но меня либо как пристали не на других доносы писать вот если они от меня потребовали бы напиши донос на мать или напиши донос на супругу и мы тебя перестанем пытать как бы я на это ответил твердо я до сих пор не помню но мне кажется я ответил положительно чтобы избежать этих пыток я готов был подписать любую бумагу с этим государством и его любовью я столкнулся 21 год назад и все понял тогда еще ильдар понял сейчас с тех пор я тоже никого никуда не призываю не выходить на марше не стоять с плакатами не бороться как то еще я знаю что за этим может последовать если я иду куда-то сам то просто сообщаю об этом кто хочет может присоединиться кто нет нет ильдар абсолютно прав каждый теперь решает сам за себя после пыток это понимаешь очень четко ставки слишком высоки позже в этом интервью ильдар говорит что сейчас он готов снова на пытке хотя думает что и второй раз тоже сломается но все равно готов мужество это не не упасть мужество это подниматься когда тебя жестко роняют но что я хочу сказать уезжайте уезжайте друзья мои если кто-то обещает вас убить поверьте им и убейте их первыми если сможете а если не сможете уезжайте возможность мирной буржуазно-демократической революции появившиеся в 2011-2012 годах профукана нами полностью а иных возможностей в россии просто нет первыми мы не можем на данный момент это самая сильная диктатура в мире самой сильной армии организованной полиции репрессивным аппаратом пять дивизий в течение четырех часов будут в москве одна из них танковая две десантных на этом собственно и точка но дело даже не в этом дело в том что совершенно никто не представляет в какой момент и за что он попадет под каток этой машины за плакат ли за выход ли на марш за репост в интернете или просто какой-нибудь сумок судьи собьет на переходе прокурор сделает тебя крайним ты начнешь упираться и доказывать свою невиновность и выйдешь из тюрьмы инвалидом с переломанными запястьями и набором хронических болезней это наиболее частые случаи кстати я хорошо выучил что такое перелом носа без смещения парализованные от ударов руки или нежидкостная гематома я это пишу в качестве совета не призываю нет каждый решает сам теперь все каждый решает сам на какие риски он готов идти что готов делать и какую цену готов платить время такое но советую просто по-доброму советую если вы не готовы ко всему выше описанному уезжайте риски стали действительно реальные вот такие вот пироги аркадий бабченко буквально несколько слов на днях были обыски в квартире зои световой эта женщина правозащитница то есть она защищает права людей многие наверняка может быть даже и вообще не слышали об этом а может быть так глазами пробежались по информации ничего нигде не осталось не задело эта женщина занимается теми кто сидит в тюрьмах по различным несправедливым делам по доносам когда в базе нет доказательной доказательной базы нету когда адвокатов например никто не может заниматься этим человеком адвокаты отказываются и вот люди хватаются за такого человека как зои светова и просит ее хоть о какой-то помощи о каком-то вмешательстве в их там казалось бы безнадежных делах и вот эта женщина она занимается этим просто потому что у нее в семье родители тоже были репрессированы несправедливо она тоже пострадала со своим мужем у нее во время ссылки в репрессии родились дети и в силу вот своей человеческой истории она просто не может оставить этих людей вот так вот в тюрьмах и она ездит от одной тюрьмы другой и пытается по крайней мере выслушать этих людей и хоть что-то сделать до кого-то донести эту историю в газеты найти адвоката и единицы и вот у этой женщины был 10 часов обыск в квартире то есть представьте себе что вырывается такая банда силовиков ну обычно с утра когда человек еще спит или не готов и начинают шмон то есть это представьте себе это 10 часов они ходят из одной комнаты в другую из ванной в туалет в спальне они обыскивают все все карманы ваших курток вещей поднимают каждый стакан переворачивают каждую тарелку они читают каждое письмо они лезут по все ваши углы шкафы вообще везде и вот 10 часов продолжается этот ад и они вас этим унижают казалось бы да ну что такое обыск мы читали об этом в книгах да а вот это происходит 21 веке это происходит в так называемой цивилизованной стране когда человека не торговца наркотиками не криминалистическую какую-то личность там который не знаю какой-нибудь пахан там местный не коррупционерку который бешеные миллионы а обыкновенного человека который занимается правами человека до женщина к тому же меня здесь просто они обманули звонили в двери сказать спасибо кто сказали что это повестка на допрос я говорю слушайте положите в ящик что я только что проснулся я плохо чувствовала я была еще в пижаме а потом я что-то пожалел этого человека он вот мне он дать ей нужно ваша подпись за это что делал халат и открылась я открыла дверь и стоял один человек как только я открыла дверь побежали вот оттуда снизу люди вот один причем человек стал меня сразу снимать на это самое на видеокамеру я думаю что этого какой-то журналист и вот с ней делают такую вещь и во всем информационном потоке люди пропускают эту информацию им кажется да мало ли что может она это заслужила вот такие же мысли были в большинстве у людей в тридцатых годах такие же мысли были не только в совке такие же мысли были в германии когда нацисты производили все то же самое ходили соседи все слышали понимали и думали ну да ну вот он юда то есть он еврея наверное заслужил ну пусть они там у него пороятся ко мне то не придут а потом это коснулось всех в конечном счете когда это репрессированная машина она раскрутилась пострадали и те которые смотрели в другую сторону которые думали что их это не коснется так вот господа дорогие вы должны понять что вы сейчас живете во времена самого настоящего разгула репрессий просто они не такие массовые они происходят точечно и если читаешь книги ты понимаешь что тогда в тридцатых тридцать седьмом тридцать шестом это было все тоже самое и никто не хотел задумываться все думали чур меня меня обойдет а потом с ужасом узнали что в результате вот этих репрессий пострадало почти столько же миллионов сколько во время войны и до сих пор есть еще мрази которые не хотят признавать хотя бы этот факт так вот то что хотел сказать аркадий это чему я присоединяюсь и подписываюсь под каждым его словом что те кто еще в состоянии черт побери уезжайте из этой страны потому что завтра окажется что вы как-то не так посчитали план если вы бухгалтер завтра кажется что на вашей стройке что-то украли и когда разберутся со всеми либералами патриотами и прочими придут за вами потому что эта машина они там все работают и они тоже хотят жрать им тоже нужно отчитываться и потом они будут хватать за всякую фигню более того ваш сосед напишет на вас донос потому что ему интересна ваша квартира и вы будете даже не знать за что вас забрали посмотрите на эльдара дадина которого пытали самым настоящим образом и если бы в эту историю не вмешался европейский суд его бы хрен оттуда выпустили слава богу мы живем в информационное время мы можем об этом говорить но речь о том что люди живущие получающие эту информацию они до конца не осознают тяжесть того что происходит поэтому лично к сообщению аркадия я бы хотел добавить такую вещь черт побери выключите телевизор включите мозг найдите купите скачайте какую-то программу книжку с иностранным языком определитесь для себя какой язык вам приятно будет выучить английский немецкий французский испанский неважно какой начните изучать этот язык всей своей семьей не тратить деньги на всякую ерунду собирайте деньги поставьте себе цель и уезжайте господа из этой страны спасайте своих детей спасайте своей жизни вы выйдете после работы этой машины как из мясорубки вы будете морально подавлены и многие думают да у них наверное какие-то там планы есть они куда-то призывают да черт побери ни у кого никаких нет планов просто жалко что очень много хороших талантливых людей сейчас живут вот в такой дурацкой ситуации и они закрыты от внешнего мира и думают что для того чтобы эмигрировать нужно иметь какие-то связи можно иметь национальность какую-то специальную ничего подобного русскоговорящих людей во всем мире не сотни миллионы и не все они попадали именно под нужную национальность вот в германии по неофициальным данным пять миллионов русскоговорящих людей и приглашали государства только три с половиной миллиона остальные люди приехали по различным каналам они приезжали и жили здесь нелегально обращались во всякие организации протисели политических и прочих убежищ просто жили на знаете как на авось и все равно эти люди были признаны и остались а сколько таких в испании в италии в сша во франции везде таких людей просто везде полно время проходит все устаканивается с момента освоения языка все становится проще и очень многие потом поражаются почему же я не сделал этого раньше поэтому прав аркадий который уже эмигрировал и находится в чехии что самый лучший выход это уехать господа потому что жизнь к сожалению только одна подумайте об этом у вас